панельки как-то очень прочно застолбили за собой ассоциацию с какой-то безнадёгой причем именно советского разлива и сегодня хотелось бы поговорить о том когда зачем и почему эти самые панельки появились символом чего на самом деле являлись и действительно ли от них так веет безнадёгой в общем друзья сегодня рассмотрим еще один бренд страны советов рассмотрим то что в том или ином виде знакома каждому жителю снг разговор как вы поняли пойдет а вот на всякий случай ну если уж так получилось кто-то не знает что такое панельный дом если в двух словах это дом из панели бетонных блоков и плит разные формы где надо с окном где надо без как правило во всю ширину комнаты и собирается это все словно конструктор относительно легко и быстро быстрая стройка жилого фонда и его схожесть в разных уголках страны в определенный период стала приметой советского государства и вот это единообразие и в поздних советах и после было поводом для шуток а кто-то и сейчас ходит среди старых панелек и фыркает вот здесь а вот где-то там но самое интересное что сама концепция панельного строительства пришла вот советский союз как раз от вот куда-то там а именно из европы идея панельного строительства принадлежит лекарбузье швейцарцу сделавшему карьеру во франции лекарбузье модернист архитектор реформатор предложивший миру совершенно новый концепт здание по его проектам строились и европе и на обоих американских континентов и в азии в том числе в японии ну и конечно в россии возможно в начале 20 века популярности панельного строительства в достаточно консервативной по тем временам европе не случилось бы все-таки есть определенная устоявшаяся эстетика и так далее но тут совпало совпал главный плюс технологии и его востребованность разрухи что принесла первая мировая война старый свет еще не видывал и нужно было быстро и дешево отстраиваться и далее примерно в тридцатых все в той же европе умы архитекторов постепенно захватывает модернизм и так сказать рождается новая эпоха жилищного строительства вскоре ее назовут интернациональным стилем почему интернациональным да потому что дома в общем-то практически лишатся какой-то привязки к архитектурной культуре того или иного народа традиционные материалы смеет сталь бетон и стекло но главное снизится стоимость строительства и это конечно аргумент в интернете есть информация что первые вот такие дешевые многоквартирные панельные дома строили в квинсе это район нью-йорка причем еще в 1910 но это не точно и какого-то вменяемого документального подтверждения я не нашел а вот в 20-х в европе вот это точно если не ошибаюсь первый именно чтоб панельный квартал появился в амстердаме в 1921 но к зарубежному опыту еще потом ненадолго вернемся а сейчас домой туда в ссср почти везде пишут что панельное строительство в стране советов началось в 50-х но это не совсем так первая жилая панелька выросла в ссср в 1948 году случилось это в москве по проекту архитекторов смирнова и кузнецова это был четырехэтажный дом на 5 улице соколиной горы это восточный административный округ опыт недочеты и преимущества учли в течение трех лет все в той же москве построили ряд уже девятиэтажных панельных домов на улицах рихарда зорги и отто усинина последний если кто не знает финский революционер ну а девятиэтажки возводили по проектам ашотом даянца михаила пасохина и виталия логутенко к слову дедушки ильи логутенко того самого муми тролля дальше больше как сообщается в статье вечерней москвы на хорошевском шоссе к 1953 году возвели два квартала новых каркасно панельных домов за три года здесь возвели 15 подобных зданий строительство начиналось с четырехэтажных домов но со временем стали появляться и шестиэтажные такие архитектурные эксперименты проводили не только в столице союзного государства но в разных объемах киеве минске перми и даже если не ошибаюсь находки и в целом результат советскому руководству понравился чне соотношение вот этого самого результата со стоимостью и скоростью и вот в 50-х начнется то что станет вообще жирным штрихом для целой эпохи оп вставочка друзья монетизации канала нет а потому если есть желание главная возможность поддержать проект номер карты в описании ну а ваши подписки и лайки дают понять что вам не безразлично продолжаем 19 августа 54 года цк кпсс и совет министров ссср принимает постановление о развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства согласно этому документу в стране должно быть возведено только вдумайтесь 402 профильных предприятия по производству сборных железобетонных конструкций собственно ни одно ни два ни десять 402 по всей стране причем эта программа ненадолгую перспективу ввести в строй их должны были в течение всего пары лет и ввели 31 июля 1957 выходит постановление цк и совмина о развитии жилищного строительства в советском союзе главные обозначенные в документе цели максимальная индустриализация и снижение стоимости малоэтажного строительства задача шестидесятому выйти на введение до 20 миллионов квадратных метров жилья в год собственно тогда и начинается эра тех самых хрущевок или как их позже неуважительно назвали хрущев и начали панельки аки грибы расти по всему союзу на первых порах в основном 4 и 5 этажные небольших городках до поселках в 2-3 этажа минусы у домов конечно были они вообще станут элементом так сказать фольклора и о нем тоже чуть чуть попозже поговорим но были и плюсы о которых это сейчас и вспоминать-то не принято ну и главный плюс который наверное просто крестом вот так вот перекрывает все эти анекдоты про хрущевы это то что квартиры оставали бесплатно раз давали не продавали не в кредит не в ипотеку без всех этих прихватов государство решало задачу обеспечить людей крышей над головой не застройщиков прибылью а людей личным жильем а это была реальная проблема причем берущая исток еще до революции индустриализация пусть и не советскими темпами шла и в российской империи сельские жители стекались на работу в города доходные дома абсолютному большинству были не по карману городские управы от вопроса размещения работяг как правило абстрагировались ну а промышленники о проживании сотрудников заботились постольку поскольку сборники посвященном народному хозяйству приводили следующие данные в 1913 году городской жилищный фонд в дореволюционной россии составляет 180 миллионов квадратных метров общей площади на одного городского жителя с учетом площади особняков буржуазии приходилось 6,3 квадратных метра общей площади жилищ однако в те годы 43 процента семейных рабочих снимали угол или имели одну койку около 70 процентов одиноких рабочих снимали половину койки бойку или угол причем нужно понимать что простые рабочие жили даже не в коммуналках они бы в те годы чем-то невиданным показались большая часть проживала в помещениях казарменного типа всяких подвалах и даже в землянках например историк игорь орлов писал что в 1910 в москве было более 300 тысяч так называемых черных жильцов а это пятая часть всего населения столицы в тот период об их бытовых условиях можно судить по отчетам тех лет духота невыносимая от скученности населения 15 человек квартира сыра и невероятно грязная двух коморках полный мрак потолок до того низок что нельзя выпрямиться высокому человеку специфический запах квартира представляет ужасный вид штукатурка обвалилась стенах отверстия заткнутые тряпками грязно печка развалилась легионы тарканов и клопов нет вторых рам а потому сильный холод обследование коечно-коморочных квартир произведенная московской городской управой в 1899 году казалось бы больше ста лет прошло некоторые современные капиталисты как-то сильно гуманнее они стали достаточно посмотреть в каких условиях иной раз вынуждены жить трудовые мигранты но давайте обратно к истории в советском союзе индустриализация вышла на новый уровень и проблемы всплыли те же самые это же в огромных масштабах а потому временные коммуналки бараки в общем все то что комфортным жильем назвать вряд ли язык повернется да для рабочих даже в ранних советах строили нормальные дома но не в таком объеме и не с такой скоростью чтобы оперативно закрывать жилищные вопросы все-таки дело не дешевое ресурсов на все не хватает потом великое отечественное и восстановление уже разрушенного в общем как раз панельки стали той самой палочкой выручалочкой точнее коробочкой поставленная партии правительством в 1957 году задача ликвидировать ближайшие 10 12 лет недостаток жилье успешно выполняется за семилетие намечается построить жилые дома общей площадью 650 660 миллионов квадратных метров или около 15 миллионов квартир причем с самого начала идея была чтобы человек смог просто въехать и жить то есть дома сдавались под ключ квартиры сразу были с ремонтом и оснащались базовой мебелью и кухонным оборудованием кто-то переделывал жилье на свой вкус кого-то устраивала так сказать базовая комплектация потому дома вполне могли быть близнецами не только в плане экс но и интерьера вопреки расхожему мнению да все они одинаковые это не так зависимости от серии панельные дома могли очень сильно отличаться были крайне экзотические о них позже но вот массовые серии полагаю знакомы вообще каждому и самой массовой стал как ни странно один из самых первых проектов к 7 при его разработке обращались к опыту зарубежных коллег и даже сотрудничали с раймоном камю так сказать батей французского панельного строительства и задачи для такого сотрудничества ставилась разработка проекта именно дешевого но технически довольно прочного многоквартирного дома французские технологии производства плит советские инженеры усовершенствовали архитекторы же ломали головы над удешевлением проекта в общем итогом стала каркас на панельная серия к 7 за авторством упомянутого ранее виталия логутенко сказать что дома серии к 7 были удобными но это значит банально соврать все потому что очень сильно экономили но допустим в советском союзе люди дружили с физкультурой и это правда потому считалось что подняться пешком на пятый этаж это не проблема поэтому лифтов не было балконов кстати тоже хотя в изначальном проекте логутенкова балконы имелись и вот в отдельных сериях они даже наличествует но по моему лишь в паре городов вообще по всему советскому союзе были также небольшие допущения в плане того что помещение под магазины но опять же лишь тогда когда это было прям очень сильно но в целом параметры проекта были такими по три квартиры на этаже 1 2 и 3 комнатная по 30 45 и 61 квадрату плюс минус какие-то сантиметры потолки порядка двух с половиной метров наружные стены из 40 сантиметровых шлакокерамзитовых панелей у некоторых домов немножечко все различалось но в целом одно и то же внутренние панели из 27 сантиметрового бетона перегородки из гипсобетона всего в 4 сантиметра толщиной межквартирные стены 8 сантиметров перекрытие железобетон 22 сантиметра санузел раздельный кухня до 7 метров лифт отсутствует балконы тоже зато мусоропровод в наличии правда не во всех модификациях дома серии к 7 строились внимание примерно за две недели то есть главную задачу дешево и быстро выполняли и так по всей стране с 50-х по 1970 год тысячи панелек миллионы квадратных метров жилья но их много где особенно в москве еще до недавней реновации уже посносили сейчас столице уцелевшие единицы активисты хотят сохранить как памятник той градостроительной эпохи кстати 74 и аж по моему по 2001 тут у нас в россии строили панельные дома серии к 7-16 это 16 этажки правда со стандартными к 7 у них мало что было общего там и потолки повыше и лифт есть в общем никакого былого аскетизма вообще разновидностей панельных домов было множество и если рассказывать про каждую панельку мы тут увязнем отмечу лишь что со временем и постепенным спадом остроты вопроса стали воплощать проекты посложнее подороже покомфортнее для жильцов опять же возникали новые инженерные решения как для монументальных домов так и для временных сносимых панелей знаменитая борьба с архитектурными излишествами сходила на нет в общем разновидности панелек море и далеко не все хрущевки из них есть брежневки например но к 7 это по сути основа и к этой основе у граждан было порядком претензий в основном они сводились к тому что соседи слышно мягко говоря чуть лучше чем хотелось бы а еще холоднее чем в кирпичном доме особенно с годами это именно из-за щели снимали обои на старых панельках сбивали старый цемент и между плит где их стыкуют прям очень большие щели очень часто поэтому в квартирах сквозняки которые идут через воздуховоды распроются и от этого слышно что там у соседей делается немалую роль кстати в этом же играют и розетка если у вас розетка от тебя и от соседей стыкуется то есть у них в том же месте розетка так и при советском союзе было стандартное раскидывание проводки то будет очень хорошо слышно через за розетку даже поводился секунду телевизор работает у меня прикручена может быть это мой убийца соседка дома можно послушать о чем они как уже говорил выше панельки были самыми разными простыми и причудливыми капитальными и временными в общем каждый и так все видел достаточно оглядеться по сторонам и на самом деле несмотря на то что панельки действительно стали акцентом советской эпохи опыт этот не уникален в разное время к панельной застройки типовым социальным жильем прибегали в европе азии и даже соединенных штатах правда у последних эксперимент провалился практика не прижилась и это вот реально очень интересная история в 55 году в городе сент-луисе штата миссури построили жилой комплекс приют айго это был буквально один в один советский жилой район типовые панельные дома зоны отдыха социальная инфраструктура это считалось крайне амбициозным и прогрессивным архитектурно-социальным проектом архитектором выступал минору ямасаки который позже стал автором печально известных башен всемирного торгового центра в нью-йорке что же до привет айго на месте трущоб построили 33 типовых 11 этажных панелек для 12 тысяч человек так планировали решить проблему ветхого жилья для местных и заодно подзаработать на новоприбывающих и поначалу все шло по плану рынок был процветающим но уже в середине 60-х стал превращаться самое настоящее гетто вьетнамская война обременение экономики поджим социалки плюс локальные спады штата миссури и вот кто надо богатеет но а бедные ожидаемо беднеют и со временем все большая часть населения района не в состоянии платить за коммунальные услуги коммунальщики перестают убирать территорию кто может себе позволить начинает съезжать в другие районы идут митинги попытки как-то решить вопросы но проблема коренная у людей не хватает денег а при капитализме никто ничего бесплатно не сделает и не даст как известно не вывезет мусор не пустят в дома электричество и воду в 1972 считавшийся прогрессивным градостроительный эксперимент закончился сносом района в то время как в советском союзе где коммуналка была копеечная а большинство квартир бесплатными типовая застройка шла полным ходом идет до сих пор ох сколько шутили над панельками но вот свежие районы и что же мы видим как знаете всегда считалось что в панельных домах квартиры стоят значительно дешевле чем в кирпичных но сейчас эта тенденция уже как-то сходит на нет вот этот райончик в моем родном городе находится можно сказать на отшибе это левенцовка а квартиры здесь не сказать чтобы вообще дешевые так что панельки это не столько про прошлое сколько про настоящее правда в настоящем ипотеке кто прочувствовал знают всю тяжесть этого минуса но есть и плюс дома бывают вполне симпатичными хотя и в ссср хватало примеров когда даже типовое строение украшалось невероятными барельефами или огромными мозаичными полотнами просто чтобы было красиво впрочем мозаики это уже совсем другая история думаю о них еще поговорим друзья с наступающим новым годом 2022 был просто жутким и принес как дискомфорт так и настоящее горе слишком многим я не верю что 23 будет в чем-то лучше а потому могу лишь пожелать чтобы в этом безумии вы смогли сохранить собственный разум и несмотря ни на что быть рядом с родными ведь в целом мире мы никому не нужны кроме нас самих и тех немногих кто искренне и бескорыстно нас любят несмотря на все но с наступающим любви вам и мира пока надеюсь еще увидимся а